Всем привет! Тема сегодняшнего видео это электрификация мотоблока Угра, ну точнее двигателя LeFan 9-сильного. Как было видно в предыдущем видео, я приобрел генератор на 7 ампер. Специально не стал в колхозе никакой автомобильный генератор, то есть вряд ли здесь мне нужно будет очень большое энергиопотребление, 7 ампер это достаточно. Поставлю пару светодиодных фар для передвижения либо с адаптером в темное время суток, если какая-то езда будет затягиваться до темна и соответственно также фары нужны будут при работе со снегоуборщиком, потому что даже простые снегоуборщики также укомплектуются фарами. 7 ампер в принципе с современными светодиодными фарами более чем достаточно на мой взгляд. Электрозапуска у меня нет, аккумулятор заряжать не надо, поэтому буду по максимуму использовать возможности родного генератора. Ну а сейчас буду проделывать эту операцию в первый раз, покажу вам как, что, какие возникнут нюансы и возникнут ли они вообще. Инструкции с генератором никакой нет, значит по идее все должно быть интуитивно понятно. Сейчас смотрим, начиная демонтаж и смотрите вообще как здесь все устроено. Начинаем в первую очередь с демонтажа стартера. Здесь вроде все понятно, показывать сильно нечего. Таксистер. Демонтаж и нет. Вот таксистер. Продолжение следует... Интересный нюанс. Размотал проводку, чтобы отключить глушилку. Оказывается, что масляный датчик отключен. Так что если из двигателя вытечет масло, я об этом никогда не узнаю. Двигатель будет запускаться как ничем не бывало. Так, на заводе подключают проводку, обратите внимание. Не знаю, правда, зачем вот это. Это, походу, для безопасности идет как-то на ручку сцепления. Ну а по факту получается, что датчик отключен. Буду зарабатывать. Сейчас самое веселое. Надо суметь открутить маховик. Маховик так просто сдаваться не хочет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры很好. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры orbital. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один выверенный, да, и все, маховик снял. Вот через такую штуку, вот умная. Пруток, как потом голованочка, использую ее для снятия маховика. Никаких съемок не надо, один легкий удар и все, конусная посадка, то есть маховик с нее свободно снялся. Так как ставлю генератор в первый раз, а инструкции нет, соответственно толком не понятно как вставить, будем вставить, чтобы было как-то интуитивно понятно. Здесь вот есть такие выступы, они либо на эти два болта, либо на эти. Попробуем поставить вот на эти. В принципе по большому штуку я думаю без разницы, туда ли сюда ли. Все в идеале. Резинка родная. Вот которая держит провода видимо. Двигатель изначально рассчитан на установку. Вот тут место походу непонятно, то ли под стартер, то ли под что. В общем провода сделал максимально короткие, потому что можно по идее провернуть, тогда проводов будет больше. Но здесь будет регулятор где-то стоять, прямо здесь. Поэтому не вижу смысла далеко выводить. Кстати резинка из комплекта также с отверстиями. Не знаю почему родная была с отверстиями, но как есть. Есть две шайбы такие вот толстые. Не знаю зачем, но видимо они нужны. Поставим. Один болт. Напомню в комплекте у нас четыре болта. С какой целью опять не знаю. Один маленький еще болт есть. Такой вот коротыш. Ну я представляю примерно что мы сейчас будем с ним делать. Дополнительный провод зафиксирую вот такой пластиной. Не знаю на сколько она будет мешать. Главное чтобы провод не перетерло маховиком. В комплекте у нас больше ничего не осталось. Осталось собственно говоря поставить сам маховик. Маховик прикрутил. Метки внутри совпали. В принципе затянул примерно так как было затянуто на заводе. Сейчас покручу, проверю что ничего нигде не задевает. и буду собирать дальше. Потом уже подключим, проверим как оно будет работать. А теперь смотрите. Да. Теперь мы будем снять и вставать. Попробуем. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подключил реле-регулятор или выпрямитель, не знаю как правильно, по временной схеме. Снабжал два контакта. Вот этот черный с белым, если не ошибаюсь, идет на зарядку аккумулятора. Видимо, что-то в схеме здесь есть. Это красный плюс, зеленый минус, соответственно, на освещение. Нашел вот такую вот фару у себя, блушную, даже не помню откуда она у меня. Сейчас подключим и проверим. Есть цвет или нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Получается, что в комплекте идут две толстые шайбы. И они должны ставиться между картером двигателя и самой катушкой генератора. То есть как бы катушку смещая наружу. Сначала я прикрутил вплотную картеру, не работал. Разобрал. Других вариантов нет, только максимум, что я могу только две шайбы. Причем они специфические, толстые, где-то раза в три толще, чем в обычных метизах. Подложил и все заработало. Сейчас пока сниму регулятор и все обратно изрезалирую, как было. Но останется придумать крепеж для фар. Ну и приобрести парочку. Также, думаю, заехать к мотособачникам и прикупить какой-то выключатель для фары на руль. Все. У меня все. Всем спасибо. Будут вопросы, пишите. Чем смогу помочь, тем помогу, отвечу. Еще раз всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует...